Александр, Вы очень давно работаете с деревом. Как возникла идея и почему попробовать работу с Костей? С Костей? Ну, не знаю, понравится ли кому мой ответ, но в связи с новыми законами о хворости я уже просто так прийти в лес и взять бревно не могу. Чуть уже не попался. А Кость у меня лежала. Был опыт работы по Косте, давно, правда, в молодости. А тут лежат рога лосиные. Пришлось занять руки нужно. И я стал то же, что в дереве выполнять, делать в Косте, то есть в панно. С Костю сложнее или с деревом? С чем сложнее работать? Да нет, и то, и другое, я бы не так сказал. Я бы сказал, и то, и другое интересно. То есть свои требования, своя пластика. Кость, она не скалывается, как дерево. Вот дерево, если сколится, ее сложно восстановить. Некоторые работы, например, брать она там или что, если сколится, ну, можно на выброс. Потому что брать она делаешь, она должна цельная быть, без всяких сколов. Хотя я тут погрешки допускаю иногда. Если панно я делаю, ну, панно я должен хорошим быть столяром. То есть я должен сделать заготовку хорошую. Выдержать материал, чтобы он высох. Чтобы его не увело, не треснуло, ничего. Требований много. Вот. А потом уже только резьба идет. А то бывает так, что работу сделаешь, и вся работа на смарку. Ну, так вот. А с чем больше нравится работать? Совсем. И с Костью, и с деревом? И с Костью, и с деревом, и с берестой работал, и с щеканкой, и с давленкой. Сейчас вот кузницу немного осваиваю, но на все меня не хватает, поэтому... Ну, там агавки делаю. Вот. Потом много чего я делал. С детства арбалеты делал, луки делал, посох. Вот сейчас посох сделал, шаманом заделаюсь. Вот. Бубен хочу сейчас сделать, делаю инструмент. Это тоже туда же, к шаману. Да, ну, у меня как бы уже экспозиция висит дома. Там там агавки, значит, ловец снов огромный шикар. Услышала, что вы не продаете свои работы, а только делаете для выставок. Почему? Нет. Нельзя однозначно сказать, не продаю. Просто одна работа может ждать своего покупателя 5, 10, 15 лет. Она у меня на выставках проходит, по выставкам все. Но специально я мелкими работами не занимаюсь. Делаю вот панно, что-то такое. Все вещи у меня, все вещи у меня, значит, вот как утилитарные, они используются дома. Если домой зайти, у меня кухонный гарнитур, стол, правда, под старину сделан, который состоит из четырех композиций. Это ножки, столячница, два клина и перекладина. То есть как в старину. Вы и дом сделали, и всю утварь в дом, и мебель. И утварь сделал, и все. Как-то зашел спор, что деревянную посуду нельзя использовать, значит, там, жаркое, и все. Я на спор выполнял, запек свиною голову, все это уложил на поднос деревянный и сфотографировал. В общем, больше не спорят. То есть вы готовое положили на деревянный поднос или готовили уже в деревянной посуде? Нет, на деревянном подносе вы готовить не будете. Я испугалась, а то думаю, у нас сейчас послушают нас и сделают так же. Нет, нет, я использую, я пользуюсь. У меня вазы, конфетницы, яблоки, вернее, фрукты, все это можно использовать. А какая у вас была самая сложная работа из того, что вы создавали? Да у меня все сложные, я не знаю, какая сложная. Ну вот для вас лично, не для людей со стороны, а вот именно для нашего ощущения. Делаешь, делаешь, нарисовал, потом ходишь, страшно делаешь. Я вот с рогами так, ходил вокруг да около, потом взял и начал работать. А когда уже работаешь, вот тогда забываешь обо всем. У тебя одно за другим идет, как ниточка, вот вытягиваешь, вот так же и... А вот над этим панно вы сколько работали? Ну, месяца 4-5. То есть вы каждый день занимались? Для подготовки, выдерживал материал и опять лет. То есть покупал доски, ну доски расход очень большие. Сучки нужно избежать, свилини можно избежать, смоляных карманов нужно избежать. Вот, поэтому набираешь определенного размера. Очень больших не сделаешь, потому что в однокомнатной работаю. Ну и вот то, что получается. Самая большая, это не самая большая, но есть чуть-чуть побольше. Вы параллельно работаете над несколькими какими-то изделиями или только над одним? Могу устать и начинать работать над другим, как бы, ну нужно эскиз создать, нужно как-то заготовку уже задумать. То есть приобрел заготовку, склеил ее, она лежит, ты наблюдаешь за ней. Вот за этой заготовкой я наблюдал, как ее поворачивает, а температура, ну температура разная, влажность разная. Я смотрю, она то горбулем, то так, хотя склеить нужно было еще правильно. Вот, а еще пока они в виде досок находятся, тоже наблюдаешь. Иногда доску пропеллером свернет, и с нее ты ничего уже не сделаешь. А породы дерева какие используете? Есть какая-то принципиальная разница? Ну как, раньше по березе работал, когда была возможность. Я в пятноституте преподавал, у меня был выбор, возможность на тот момент приобрести. Я приобретал за свой счет красное дерево, бук, ясень, все. Организовал кружок с резьбы, с ребятами, и мы делали. И я использовал вот эти деревья. А когда стал дефицит с деревом, перешел на сосну. Сосна сложный материал. Режется в зависимости от текстуры тоже. Вероятно, зависит еще, где росла и где что. Но проследить ты не можешь, поскольку в магазине покупаешь. Вот, ну, смотрю, чтобы цвет как репа была. Есть такая, значит, сосна, такая текстура, как репа выглядит. Чистенькая такая. Вот, вот она режется хорошо, но в то же время сколы и все прочее. Вот, береза, он плотный материал. И, ну, не вошло все в композицию, то есть не взяли. Показал бы, чем отличается сосна, чем она привлекательна. Ее сделал, и со временем она сначала светлая. А со временем вот эта вот смола и все, она, канифоль, она приобретает свой шоколадный цвет. Она темнеет, темнеет, темнеет. Потом такой цвет вот получается, если видите, вот текстура и все проявляется по-разному. Но в зависимости от того, как на нее цвет на резьбу падает, если со стороны вечером солнце встает, один пейзаж, днем другой пейзаж, вечером при закладе солнца третий пейзаж. То есть он смотрится по-разному, как и природа сама. А если маленькие детали вырезать, то нужна береза или сосна, вот если прям мелкая? Мелкая, по твердой древесине, хотя я уже настропалился так, что я не хвастаюсь. Так что я и мелкие детали, и все, полипе не люблю. Липа, оно рыхлый, мягкий материал. Ну вот не люблю, я с нее только посуду делаю, если. А даже посуду предпочитаю делать с осиной. Осина поплотнее, текстура мне нравится, как проявляется. Возможно, что я просто с липой практически не работал, у нас ее нету возможности. А если вот, например, ваши покупатели, да, приобретают панно или посуду, как за ними ухаживать потом? Дело в том, что я пропитываю как порозаполнитель только лаком, нитролаком. Далее что? И посуду тоже? Воском. Далее что? Посуду маслом горячим нагреваю, там, конопляное или еще какое. Вот. Здесь панно. Я нитролак использую как порозаполнитель, иначе очень много воска уйдет. И вот когда я очень тонким слоем лака этого покрыл, он не должен быть заметным, он не должен быть сопливым, извиняюсь за выражение. Вот. После этого я покрываю воском. И время от времени невлажной тряпкой, щеточкой, вот как вот пыль смахиваете, щеткой смахиваете пыль, и одежной чистой щеткой натираете. Все. Вот оно, работа опять же сживает. То есть пыли надо убрать, и все. Вот. Насчет посуды другой. Другие требования. Конопляным маслом или еще каким-то горячим. Делал и подсолнечным, но подсолнечным мне не нравится. Почему? Оно становится вязким в виде резины со временем. В детстве я варил птичий клей и птичий клавел. Потом отпускал. Вот. И получается что? Когда ты пропитаешь его, опять же воском. Пчелиный воск, канифоль, скипидар. В общем, это все растворяешь. Все лишнее испаряется, остается как бы канифоль и воск. Можно чистым воском? Предпочитаю чистым воском. Вот почему я и говорю, что если горячую ванну водяную сделать, туда загрузить воск, растопить и изделие оттуда положить. Вот. Идеальный. Оно пропитается насквозь вот этим чистым природным веществом и все. Спасибо вам большое. Нет. Можно еще один вопрос? Где можно ваши работы посмотреть? У вас может быть сайт есть или что-то? Сайт есть на берете «Казаков Александр», «Резьба по дереву», «Карелия». Хорошо. Спасибо. И вы едете на меня сразу. Спасибо вам большое. Не за что.